Итак, друзья, мы в Воронеже и сегодня мы будем кататься, изучать конструкцию, изучать салон, изучать кузов и даже попробуем проверить этот автомобиль на автодроме, как он себя ведет в каких-то нестандартных ситуациях. А что за автомобиль мы сегодня будем тестить? Это EVM PRO, это электрогрузомобиль. И как вы можете увидеть, внешне он очень похож на УАЗ-Профи, это потому что, в принципе, здесь взято шасси, рама и кабина от УАЗ-Профи. Но что под капотом, что установлено в раме, вот это мы сейчас и будем с вами изучать. Погнали! Итак, здесь удлиненное шасси УАЗ-Профи. И от него здесь задний мост, колеса, кабина и, соответственно, рама. В самой раме, вот здесь, расположены батареи. Чуть позже я расскажу, как здесь все устроено. Здесь, кстати, никуда не делся топливный бак, для чего он, мы тоже чуть позже про это расскажем. Под капотом у нас установлена, ну, скажем так, силовая установка, электродвигатель. Причем, не простой, а своей, отечественной разработки. Вот это просто меня прям патриотизм зашкаливает. Но начнем мы не с технических подробностей, начнем мы именно с ощущений за рулем. Как едет первый российский электрогрузомобиль. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Первое, что мы видим, когда садимся за руль, это панель приборов. И, ну, скажем так, то есть она простенькая, но достаточно информативная. То есть, друзья, здесь есть, ну, что у нас, спидометр, видно, что там стоит на ручнике, и, соответственно, какой режим передачи. То есть, задний ход, паркинг, драйв или нейтраль. Соответственно, я сейчас вижу, что батарея заряжена на 67%, 175 километров у нас до окончания. И одометр, ну, и видно, что включен свет. К слову сказать, друзья, у этого автомобиля, вот честно, я даже не ожидал, но огромнейшая степень локализации. То есть, вот это все сделано в России. И это прекрасно, потому что производитель, то есть компания ИВМ, они действительно хотят полностью вообще уйти на какие-то свои комплектующие, на производство своих деталей для электромобиля. То есть, сейчас, конечно же, здесь электро-гидроусилитель стоит неотечественный. Например, сами батареи стоят неотечественные. Но вот весь софт, вся разработка, охлаждение батареи, то есть, это все как раз компания ИВМ. Но все остальное, за исключением вот этой вот эмблемки и отсутствующего рычага КПП, то есть, все остальное это УАЗ-профи. Со всеми вытекающими, естественно, недостатками. Какими? Для этого мне нужно немножечко открыть дверь, я сейчас покажу. Ну, те, кто знаком с УАЗ-профи, наверное, знают, что здесь не так много отделений для мелочей. Но поскольку мы все-таки тестируем этот автомобиль, мы его тестируем таким, какой он есть. И, ну вот здесь, например, под маленькую бутылочку отверстия, вот здесь, соответственно, там отделение для мелочей. Это все, что есть на двери. Соответственно, вот у меня под сиденьем на Патриоте есть пластиковый лоток. Не собьют меня там. В котором у меня лежит огнетушитель, потому что он должен быть под рукой. У меня лежит набор инструментов, потому что тоже хочется его держать рядом. И там же лежит какая-то тряпочка. Здесь, соответственно, место есть, но оно, знаете как, какого-то прям лоточка нет. И оно закрыто немножечко вот этим вот металлическим, металлической скобой, которые мы поднимаем для того, чтобы отрегулировать, ну, вперед-назад, как обычно. Кстати сказать, ну, по длине, по посадке, то есть мне, в принципе, хватает. Мой рост метр-85, и мне хватает. Даже с запасиком. Далее, смотрите. Точно так же. Вот здесь маленький лоточек. Вот здесь, ну, здесь вообще место для мультимедиа-системы. Да, ну вот, вот такая вот заглушка идет в базе. И дальше смотрите. Вот по бардачкам раз, вот по бардачкам два. И опять же, проблема в том, что они очень маленькие. И когда нужно будет возить по городу какие-то грузы, потому что это коммерческая техника. Да, вот еще есть над, между, так сказать, пассажиром и водителем, вот эта надстройка на крыше. Да, то есть, ну, кстати, да, сейчас вот как раз формат А4. Это то, про что я хотел сказать. Залезет сюда? Да, залезет. Ну вот, вот сюда. Вот сюда вот можно класть как раз какие-то товарные накладные, которые с собой возят все водители. А мелочь придется распихивать вот по вот этим вот небольшим нишам. Но, на самом деле, это еще не все. Опять же, те, кто знаком с УАЗ-Профи, знают, что вот здесь, под сидением, есть еще отделение для мелочи. Значит, смотрите, друзья, вот такое большое вместилище. Оно пенопластовое. И вот если отсюда убрать инструмент, секунду, то, соответственно, вот сюда вот можно будет положить, ну, я не знаю, там термос, может быть, еду, пакет с едой. Потому что водители, которые работают на этих машинах постоянно, да, им нужно просто банально размещать свои вещи. И вот, например, если нужно повесить куртку, то у нас вот крючки. Вот здесь сверху. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот два крючочка у нас. Ну, опять же, не знаю, честно говоря, мне кажется, было бы удобнее сбоку где-то вот в этой нише сделать крючок. Потому что здесь как-то не очень очевидно, куда эта куртка, она будет болтаться по водителю. Но, опять же, это сейчас вопрос просто к кабине УАЗ-Профи. Давайте мы от этого всего уже отойдем. И мы, наконец-то, найдем, начнем тестить на ходу первый электрогрузомобиль. Далее, основные органы управления, они точно такие же, как на, соответственно, у вас профи. То есть управление климатом, аварийка, подрулевые переключатели на своих местах. Забегая вперед, могу сказать, что подрулевые переключатели немножечко потом, возможно, переосмыслят, но это потом. Смотрите, друзья, вместо торчащего набалдашника у нас блок кнопок, который как раз могут отсюда и перенести. Вот в другое место, пока есть, как бы, по этому поводу размышления и думы. Ручник на своем месте. Для чего здесь ручник? Ну, собственно, все для того же. Но здесь он, смотрите, друзья, когда мы опускаем ручник, у нас автоматически включается нейтраль. Поднимаем ручник, машина становится на паркинге. Это, ну, прикольно, удобно, интересно. Значит, опускаем ручник, дальше у нас есть несколько кнопок, я сейчас объясню. Есть задний ход, есть драйв, ну, соответственно, вперед. Есть вот такой режим и есть вот такой режим. Значит, что есть что. Вот сейчас, если мы поставим драйв, просто без всяких режимов, то нам, чтобы тронуться, нам нужно будет нажать на педаль акселератора. А если мы вот этот режим активируем, то, соответственно, это будет как на автомате. Мы бросаем педаль тормоза и машина трогается сама. Тут уже, знаете, кому какой режим удобнее. И, наконец, вторая кнопочка, на которой написано RBS, это та самая рекуперация, которой знаменитый, в принципе, электромобиле. И, да, это полностью электрический грузовичок. Это пока что не гибрид, но по технической части мы поговорим чуточку позже, после тест-драйва. Значит, смотрите, ставим драйв, туговато немножечко крутится руль, прям так по-уазовски. Но, опять же, производитель хочет поставить сюда, то есть перейти на свою рейку. Соответственно, будут вообще свои компоненты и, соответственно, будет более легкий руль. И, пожалуйста, вот уже скорость 60. Значит, по скорости, смотрите, здесь есть ограничение определенное. Вообще, срабатывает это ограничение на 75 км в час, хотя вот здесь спидометр в этот момент показывает 73 км в час. Значит, сейчас немножечко объясню, для чего это, но пока первые эмоции. Хотя, честно говоря, вот я уже накатал на этом электрогрузовике некое количество километров по городу, ну, так сказать, чтобы понять вообще, что как работает, чтобы с вами этим всем поделиться. Ну, на самом деле, сейчас я еду просто как на обычной машине с автоматом. Естественно, здесь две педали, газ, тормоз. Все, больше ничего нет. И, поскольку мы все знаем, что электромобили у нас имеют невероятный крутящий момент, то, соответственно, вот мы нажимаем газульку, и у нас наш EVM PRO начинает ускоряться. Ну, как я уже сказал, ускоряется он до 75 км в час, потом ускорение мягко прерывается. Для чего это сделано? Во-первых, поскольку здесь стоит мост, редуктор, все это стандартная УАЗовская, и сейчас, вот, например, это тестовый, скажем так, образец, здесь сейчас есть определенные ограничения 60% от всей мощности. И это прекрасно. Почему? Потому что машина вот эта, она предназначена для, ну, каких-то, скорее всего, крупных компаний, в которых на этих машинах будут ездить наемные водители. Поскольку у меня в такси сейчас 9 машин, я сам знаю, что такое наемные водители, я знаю, что они жалеть тачку не будут. И здесь из-за этого максимально сделали, максимально плавный старт. То есть вот топчи-не топчи, педаль газа, ну, здесь как-то педаль газа, да, звучит не очень. Ну, вот так. Все привыкли к этому, будем так и говорить. Топчи-не топчи трогается с места очень-очень плавно. Соответственно, ускорение, опять же, оно такое, плавно нарастающее. То есть здесь электроника настроена таким образом, чтобы не порвать трансмиссию, не порвать мост, потому что в пике здесь крутящего момента, конечно, намного-намного-намного больше, чем у бензиновых УАЗов. Таким образом, EVM PRO, она как бы сама себя оберегает от насилия со стороны водителей, потому что мы с вами прекрасно знаем, как есть наемные водители. То есть это вот газ в пол и вперед. Это мы можем наблюдать вот даже на газельках, которые вокруг нас снуют в потоке. Далее, еще один момент, почему есть вот это ограничение мощности. Парусность огромная. Вы сами видели вот эту вот просто невероятную будку. И поскольку эта машина должна приносить деньги, она должна проезжать максимальное количество километров. И если мы дадим возможность разгоняться, я не знаю, до 100 километров в час, то пробег, о пробеге, кстати, я сейчас чуть попозже скажу, он просто начнет таять на глазах. Значит, по пробегу, смотрите, заявлено здесь 300 километров. 300 километров пробега. Но, то есть, вот я сейчас тоже недавно ездил на электромобиле, на электромобиле Воя. Там заявленный пробег 500 километров. По факту Воя проезжает по городу 300. По пробкам вот по всему такому. Кстати, пробки для электромобилей это даже плюс. Особенно, если мы включаем режим рекуперации, который, про кнопочку которого я как раз рассказывал. Кстати, давайте сейчас быстренько и попробуем его. То есть, вот у нас мы едем, едем. Режим рекуперации, друзья, это если вот вы ездили на электромобиле, это режим ЭКО. То есть, когда вы бросаете педаль акселератора, тачка просто начинает впитывать в себя обратно, скажем так, вот эту всю растраченную электроэнергию и просто останавливается. То есть, это, знаете, равносильно тому, как вы на 30% нажали педаль тормоза. Это офигенски, просто невероятно удобно. То есть, практически до полной остановки. Когда я ездил на Воя, на электрической, я именно получал удовольствие, я кайфовал именно от режима рекуперации. Потому что в пробках тебе все, что нужно, это просто вот убираешь ногу с педали тормоза, она сама плавненько трогается. И потом плавненько так же тормозить, ты лишь слегка уже притормаживаешь в самом конце. И здесь это все реализовано на высшем уровне. Вот в этом плане молодцы. Значит, друзья, по пробегу. По факту, естественно, в зависимости от условий, EVM Pro проезжает 220-250 километров. Ну, об этом заявляет и сам производитель. То есть, эта вся информация есть у них на сайте. То есть, они прям не стесняются это говорить. То есть, в идеальных условиях 300. Соответственно, в таких рабочих условиях под нагрузкой, в пробках, не в пробках, по городу, 220-250 километров. Я, соответственно, задал вопрос. Блин, ну как бы, типа, маловато вроде бы как. Однако, мне на это ответили следующим образом. Оказывается, провели исследование, что в таких крупных городах, как Москва и Питер, вот такой развозной транспорт в среднем в день как раз и проезжает 170-220 километров. То есть, эти самые батареи, которые здесь установлены, они покрывают вот эту самую потребность. А на ночь, соответственно, машина приезжает в парк, ее ставят на зарядку. Ну, кстати, можно и не на ночь, то есть, заряжается полностью она, внимание, за 2,5 часа. Но только с помощью, естественно, вот этой самой зарядки. Зарядку мы сейчас попозже чуть-чуть покажем, когда доедем до автодрома, чтобы потестить машину немножечко в нестандартных условиях. Когда едем по трассе, ну, понятно, что это городской развозной автомобиль. И, опять же, благодаря тому, что он до 3,5 тонн, категория B, я могу им управлять. Ура! Потому что у меня не открыты, например, грузовые категории, как и у большинства водителей. И, соответственно, сюда можно загрузить тонну. Ну, по факту, естественно, кто у нас там грузит тонну? Намного больше. И если мы говорим про вместимость, то сейчас у нас такая, скажем так, версия поменьше, это 14 кубометров. И есть версия побольше, это 16 кубометров. Ну, это, опять же, от специфики, да, то есть, кому-то нужно больше по массе, кому-то нужно больше по объему. Ну, и вот мы сейчас выехали на трассу, давайте прям вот газ в пол. Вот он у нас ускорился, 73-74 километра в час, и все. И, соответственно, дальше он не едет. Как мне кажется, если бы этот грузовичок, электрогрузовичок, покупал я именно для себя, то я бы попросил компанию EVM PRO, а такая возможность есть, попросил немножечко расшить машину, чтобы она набирала хотя бы 90 километров в час. И, опять же, есть эта возможность, то есть, почему бы этим не воспользоваться. Потому что, если мы говорим про наемных водителей, естественно, они будут убивать технику. У них вот такой вот электронный ошейник, пусть будет. Я бы вот прям с удовольствием на свои таксистские машины то же самое все поставил, чтобы вот просто никто не разгонялся больше 73-74 километров в час, потому что иногда в месяц прилетает штраф на 20 тысяч рублей. Но для себя, если бы я вот сам ездил за рулем, я бы, соответственно, попросил этот электронный ошейничек немножечко раздвинуть его границы, соответственно, чтобы у нас мы могли разгоняться хотя бы до 90 километров в час. Потому что это очень редко, но нужно было бы. Даже вот просто вопрос безопасности в плане каком, где-то что-то вот внезапно резко ускорится, резко там кого-то обогнать. Опять же, это не так часто нужно по городу. Особенно если мы понимаем, что у нас там тонна за спиной, и сами по себе мы в сумме, да, вот весим 3,5, то, конечно, нужно прям вот максимально осторожным быть. Но иногда бывают такие ситуации, согласитесь, что нам, возможно, потребуется вся наша мощность. Друзья, а сейчас мы на автодроме Воронеж-Ринг. Вот на этой площадке занимаются дети в автомобильной школе, проводят также для взрослых всякие обучения по контраварийной подготовке. И вот там, за моей спиной, огромная кроссовая трасса, по которой проводят этапы Чемпионата России по автокроссу. И вот на этой площадке мы сейчас попробуем, потестируем вот этот самый грузовичок ИВМ-Про. Но перед этим, прошу любить и жаловать, Николай, Николай, как раз нам расскажет про техническое устройство данного супергрузовичка. Да, и сразу, забегая вперед немножечко, да, ты прям сразу говори, вот где наши запчасти, а где импортные. Можно будет так? Хорошо. Попросить тебя. Значит, вот, я так понимаю, что это не двигатель. Это не двигатель. Двигатель у нас расположен непосредственно внизу. Это двигатель сразу вкупе с инвертором и редуктором. Двигатель, наша разработка на данный момент, он сейчас производится на третьей стороне, так называемое контрактное производство. Здесь представлен борт-компьютер, грубо говоря, мозги. Там наши платы, сразу забегу вперед. Вся электроника, все системы управления автомобилем, что касается электромобильности, это наша разработка, наше производство. Классический бачок стеклоомывающей жидкости, это Binar, предпусковой подогреватель Binar 5S, мощностью 5 кВт. Binar, подожди, я тебя перебью, извини, пожалуйста. Это, ну вот, у всех на слуху Webasto, но не у всех на слуху Binar. То есть это плюс-минус то же самое, правильно? Это то же самое, только российского производителя, да. Все, хорошо. Работает он на дизеле, в данном автомобиле он у нас представляет функцию термостабилизации батарейной сборки и обогрева кабина водителя. Вот теперь с этого момента поподробнее. Вот он питается как раз из того топливного бака штатного, который оставлен, правильно? Значит, еще раз, ты сказал вот это очень сложное слово, термостабилизация батарей. То есть это, я так понимаю, подогрев сейчас и, соответственно, охлаждение летом. Да, все верно. В холодное время года у нас получается сама батарейная сборка, она длиной более двух метров. Давай подойдем к батарее сразу. Да, расположена она за кабиной и идет вплоть до заднего моста. Здесь ее можете увидеть. Вес ее чуть более 650 килограмм. Там расположены ячейки, объединенные в сегменты. И понизу идет так называемый колдплейт, алюминиевая плита, в которой циркулирует жидкость, подогревая, либо наоборот, отводя тепло в теплое время года. Получается, что характеристики машины не зависят от времени года? Благодаря термостабилизации батарейной сборки, которая работает за счет не... Обогрев идет не за счет батареи, а за счет стороннего устройства бинара, который питается на дизеле, либо в дальнейшем мы, вероятнее всего, будем переходить на бензин. Баг здесь 70 литров, потребление бинара, там буквально 500, 600, 650 грамм в час работы. Мы можем обеспечивать пробег автомобиля практически на том же уровне, да не практически, на том же уровне, что и в теплое время года. Электрогидроусилитель, тормозная помпа, внизу вы видите тормозной ресивер. Вон тот круглый. Да, он на 8 литров, насколько я помню. В данном случае здесь расположены бачки с охлаждающей жидкостью. Почему их два? Почему их точнее три, потому что один еще в базе. Да, так точно. Этот бачок у нас как раз таки работает на обогрев кабина водителя. Так. Бачок справа, он на охлаждение нагруженного элемента инвертора, на двигатель. Там необходимо отводить с него тепло. Вот этот бачок здесь работает, образно говоря. Вот этот бачок на салон. На кабину. А на батарее отдельный бачок. Да, его можно увидеть, обойдя автомобиль сзади, между швеллерами крепления Кунга. Ага, вот он прямо у нас где-то, где-то, где-то. Да, видим. И он как раз таки предназначен для циркуляции жидкости. Николай, вопрос сразу. Я обратил внимание, вот здесь очень много, очень много места, дофига места пустого. Абсолютно никак неиспользуемого. Сюда прям просится, либо какой-то, я не знаю, вот сюда хотя бы, да, для инструментов, какой-то дополнительный, да, я не знаю, ну какое-то пространство, да. То есть оно не заполнено. Либо аккумуляторы. Еще дополнительные. Ну вот по поводу аккумуляторов отвечу. По поводу бокса и правда идея хорошая. Думаю, что в дальнейшем это можно рассмотреть. Тем более место есть и правда для каких-то технических предметов. Ну просто посмотри, вот под пассажирским сиденьем, да, вот там лежит вот этот самый у нас домкрат, ключ, баллоны, там вот это все. Если это будет здесь, что логично, да, то у нас тогда под сиденьем будет огромный кроссбокс, который человек может. Поработаем над герметичностью, я думаю, что да, проблема не решена. Так что по батареям? По поводу батареи. Батарея является тяжелым элементом. Данная батарея, сборка сама, весит порядка 650 килограмм. Мы можем ее, конечно, увеличить, но тем самым мы потеряем грузоподъемность автомобиля. Все-таки нам важно оставаться в категории B, потому что это плюсы перемещения внутри Москвы, в весьма в ближайшем скором будущем перемещения также в Санкт-Петербурге. Категория B для малых грузоперевозок, это легкий коммерческий автомобиль, она важна. В С-шку это все-таки уже уклон в... Да, то есть если будет больше батареи, это будет С-категория, все, то есть это уже целесообразность теряется. Это С-категория, это повышение стоимости, потому что батарея, помимо веса, она еще и дорогостоящая. Мы скорее смотрим в сторону размещения экстендера, ну, грубо говоря, генератора, который сможет двигатель внутреннего сгорания, будет работать. Гибрид. Да, и уже будет подпитывать батарею, тем самым увеличивая... Запас хода. Запас хода, потому что мы можем, конечно, вкорячить батарею. Ну, что это даст? Будет не 300 километров, ну, там не 200 километров, будет 350-400. В любом случае будут люди говорить, что нам мало, нам нужно ехать в Москву, нам нужно ехать в Казань, куда угодно. Действительно, ведь сюда же можно поставить просто... То есть сделать гибридомобиль, да? То есть это как следующий этап? Это оптимально, это хотелось бы сделать. В каких-то версиях, надеюсь, в ближайшем будущем получится это реализовать. Вот, теперь расскажи, пожалуйста, вот по вот этому чемодану. Это даже не чемодан, это такой комод. Гриль. Гриль, да. Это зарядная станция нашего автомобиля. Вот мы подъехали сейчас там на Граде, там были другие розетки. Вот, не штепсили вот эти. Нет, это совершенно другое. Это совсем другое. Именно зарядные станции, городская инфраструктура, их подключать не нужно. Они непосредственно... Но они сразу вставляются, да? Я имею в виду, что разъем сам. Там же были другие разъемы? Разъем для подключения к автомобилю, он расположен с этой стороны. А, ага, вот это. В данном случае... Вот она, красота. Вот она, красота. Это же у нас... Да, это просто для подключения к автомобилю. Автомобиль можем заряжать от городских зарядных станций. Быстрые зарядки, не проблема. Много сейчас зарядок таких? Они сейчас активно развиваются. То есть, опять же, по примеру Петербурга, по примеру Москвы, за последние полтора года их количество, вот именно GBT-шек, увеличилось, наверное, вдвое, если не меньшее количество разъемов. Подожди. Вот этот разъем, который ты показал, какие машины используют еще? Китайские автомобили. Это китайские разъемы. Китайские электромобили? Да. Китайские электромобили используют вот этот же разъем? Да, да, да. Это именно китайские стандарты. И вот эта станция заряжает вот эту огромную батарею за 2,5 часа? До 2,5 часов. Ну, в данном случае этот зарядник у нас представлено 30 кВт, 40 кВт. Этот зарядник на 30 кВт, он будет чуть дольше. Другой зарядник, аналогичный этому по размеру, по всем данным, будет заряжать автомобиль до 2,5 часов. Поскольку мы предоставляем автомобиль в первую очередь парком, коммерческим организациям, где подразумевается, что автомобиль катается день, после этого встает на зарядку, мы предоставляем им такие портативные зарядные устройства, которые можно подключить, грубо говоря, в любой точке, в любом месте, где есть 3 фазы, 380 вольт. Он идет в комплекте с машиной? Да, вместо с автомобилем также продается, грубо говоря, идет в комплекте. Им также можно заряжать и другие автомобили. Ну, да, логично. На GVT протоколе. Подключаете розетку к 3 фазке, 63-амперная розетка, и можете заряжать автомобиль, грубо говоря, в любой точке. 6 метров кабель до зарядника, 6 метров кабель от зарядника до непосредственно автомобиля. И сама розетка находится вот здесь у нас. Да. Вот она. Все, пожалуйста. Сейчас мы попробуем разогнаться побольше и затормозить прямо как раз на том месте, где у нас под левыми колесами будет асфальт, под правыми колесами будет ледок. И мы посмотрим, как работает АБС-ка. Так. Ну, давай начнем отсюда. Наш разгон прекрасный. О, как же классно он управляется в скольжении. Так. Нам бы еще не сбить штатив. Скорость 34 км в час. Отлично. Фух, я испугался и вырулил немножечко правее. Но АБС-ка работает хорошо. Машина остается управляемой даже на вот таком дурацком покрытии. Назовем ее вот так. Прям дурацкое. Так. Еще разик пробуем. 32 км в час. И тормоз в пол. Бросаю руль. Справа у нас лед, напоминаю. Слева у нас асфальт. И ничего никуда не уводит. Это довольно любопытный тест. Потому что буквально не так давно, вот в тех же самых условиях, я тестировал Cherry Tiggo 8 Pro Max. Китайский кроссовер, достаточно популярный. И в один из таких тестов его просто начало разворачивать. Но здесь, как мы видим, движение прямолинейное сохраняется даже без... То есть там нужно было подруливать, здесь подруливать не нужно. Это положительный момент. Лосиный тест мы, наверное, попробуем сейчас провести. Но вряд ли у нас что-то получится. Но мы попробуем. В общем, вот следующий... Следующий момент, это как раз у нас такой импровизированный лосиный тест. Конечно, мы здесь не сможем разогнаться достаточно... Ну, до достаточно большой скорости. Но хотя бы попробуем, как электрогрузомобиль поведет себя вот на таких условиях, когда нужно внезапно объехать какое-то препятствие, которое возникло. Итак, до какой скорости мы разгонимся сейчас, не знаю. Ну, до какой сможем. Ну, почти 40. Оп, оп, оп. Не-не-не, снежная каша прям так нас уводит. Уводит с траектории. И все-таки вот более производительный электрогидроусилитель руля или вообще электроусилитель руля здесь прям необходим. Потому что руль, на мой взгляд, все-таки тяжеловат. То есть, если крутить его весь день, это прям вот, ну, очень сильно, мне кажется, устанешь. То есть, он прям вот... Да. Так. Ну и давайте сделаем еще одну попыточку не сбить лося импровизированного. Ну, опять же, давайте... Я что-то немножечко забыл, что я жду повадок-то легковушки. А на самом деле машина на минуточку весит, ну, практически 2,5 тонны. 2,5 тонны – это все-таки очень серьезная масса. И на все сезонки, конечно, пытаться объехать лося. Это, конечно, мы прям чудеса на виражах какие-то сегодня делаем. Ну, да ладно. Мы все равно попробуем. Вот мы едем, едем, едем. О, боже, лося! На скорости, да, 30 км в час. Мы его практически объехали еще разик. Пробуем, пробуем, пробуем. Вот мы разгоняемся. 34 км в час. Ну, опа! В общем, окей. Смотрите. Я понял, у меня так уже немножечко набрались впечатления. Естественно, машина тихоходная. Естественно, машина тяжелая. И вот такие резкие маневры ей даются не очень хорошо. И нужно обладать достаточно физической силой. Ну, опять же, девочки за рулем такой машины, я думаю, мы не увидим с вами. Чтобы крутить вот этот руль. Почему? Потому что его немножечко закусывает. Он сам по себе в стандартных ситуациях немножечко тяжеловат. Ну, как тяжеловат? Ну, то есть, вот плюс-минус такое же усилие, как и у меня на УАЗе. На Патриоте. Но вот когда нужно крутить руль, то есть, производительности насоса не хватает, видимо. И он начинает упираться. И в этот момент, когда вы хотите повернуть руль, вам нужно еще и усилие приложить. Вот это есть такой нюанс. Однако, вот ребята, как я уже говорил, они уже работают над тем, чтобы это все переделать. Чтобы руль был легкий. Потому что здесь нет проблем, скажем так, с управляемостью. Здесь есть проблемы вот такого формата. Ну, и на этой прекрасной ноте, наверное, пора заканчивать. Потому что у нас получилось огромное количество материала. Простите нас. Но, вы поймите, что это действительно офигенская, такая вот крутейшая разработка для нашего рынка. И построена она нашими ребятами. То есть, да, пока что там есть какие-то элементы неотечественные. Однако, вот они как раз стремятся к тому, чтобы было максимальное количество отечественных комплектующих. Я очень удивлен, что сейчас, в нынешних условиях, у нас появился вот такой вот интересный формат грузовых автомобилей. И я абсолютно уверен, что сейчас какие-то крупные компании, которые занимаются развозом, они просто обратят на это внимание. Начнут, так сказать, пробовать, тестировать такие автомобили, брать их на вооружение. И тем самым они дадут толчок для еще большей электрификации отечественного автомобильного рынка. Огромное спасибо стадиону технических видов спорта Воронеж Ринг за предоставленную возможность потестить автомобиль. Огромное спасибо Николаю. И огромное спасибо, конечно, компании EVM, которая предоставила вот эту вот модель PRO на тест. Они привезли ее сначала в Липецк, там с Палыча мы отсняли, и вот сегодня машина в Воронеже. Кстати, мы совсем забыли сказать, что здесь есть даже кондиционер. Мы этот момент совсем упустили. Вот здесь стандартная кнопочка включения кондиционера, там все то же самое, кондиционер, компрессор. Все эти же самые трубочки, все есть. В общем, на этой замечательной ноте я с вами прощаюсь. Ждите новых тестов. Ну, а если кто-то действительно заинтересовался вот этой вот новинкой, то, соответственно, больше информации можете получить, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok